привет вы на канале модное вязание хочу предложить вязать вот такой модный бомбер кардиган объемной вязкой с объемными вот такими ромашками здесь будет видео мастер-класс по поводу того как связать сам кардиганчик и отдельно я прикреплю также у меня уже есть на канале видео как делать вот такие объемные цветочки вяжется он легко просто очень быстро и получается просто классный вот такой бомбер у нас вязать я буду на размер где-то с даже l подойдет ширина этого кардигана 106 сантиметров длина это как бомбер получается 52 сантиметра у меня получилось длина рукава от проймы 49 сантиметров вместе с по с манжетиком и еще что по ширине самого рукава 40 сантиметров ширина рукава принципе все такие мерки вам рассказала давайте приступим к вязанию и так я буду вязать из вот такой пряжи на каспагетти я сразу прошу прощения 7 правильно прочитала и здесь 25 процентов шерсти 75 процентов акрил но она просто мягчайшие я просто обожаю вот эту пряжу и просто молюсь чтобы ее не сняли с производства потому что это сейчас особенно у нас в украине очень тяжело найти хорошую толстую пряжу с нормальным составом у меня цвет 6750 здесь 100 грамм и в 100 граммах сейчас секундочку 60 метров спицы я буду использовать номер 10 и буду использовать абсолютно на весь кардиган потому что он очень простой и другого тут даже и не нужно не нужно на резиночке другое идеально подходит десятка на все вязание оставляем большой кончик это мне рабочая нить и набираем любую любым удобным для вас способом 80 петель я вот так вот сюда набираем мне так удобно ровно 80 петель набираем и так набрали петли теперь все просто дальше первую снимай и дальше вяжем резиночка один на один лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот таким вот образом вяжем резиночку один на один провязали резиночку сейчас померяем сколько у меня получилось резиночка получилось 6 половины примерно 7 сантиметров его мы провязали 7 рядов смотрим чтобы у нас была вот эта сторона с этой стороны что такая косичка была лицевая то есть и теперь мы будем вязать лицевой гладью до пройм обычным способом я вижу все петли лицевыми это лицевой ряд а изнаночный ряд все петли изнаночными вяжем свободно один ряд лицевые один ряд изнаночный и всего нам нужно до того момента когда мы будем делить на пройме провязать еще 25 сантиметров всего с резиночкой у нас должно получиться 32 сантиметра и так я провязала ровным полотном до разделения на три части всего у нас должно получиться 32 сантиметра есть его так вертикально мерить потому что можно носить будем его она вытягивается немножечко это 32 сантиметра с учетом резиночки и теперь нам нужно разделить полотно на три части две полочки и спинку у нас всего 80 петель я оставлю на полочке по 18 петель а на спинку 44 петли и дальше все очень и очень просто мы будем по отдельности провязывать сначала одну полочку потом другую спинку и потом вторую полочку никаких убавлений здесь не будет просто ровно нам нужно провязать 18 сантиметров в полочке и 19 сантиметров спинку продолжаем вязать как мы и вязали развернулись нам нужно провязать 18 петель 1 вот провязали 18 петель перевернули полотно и дальше провязать вязать основная часть у нас также и на спицах остается это очень удобно не нужно ничего снимать и вот так вот мы будем вязать сначала полочку полочку я провяжу 19 рядов и закрою вторую также сама а спинку я провяжу 20 рядов объясняю почему потому что когда мы будем вязать вот здесь планки из резиночек то передняя часть может немножко ниже быть чем спинка поэтому спинку мы провяжем на ряд больше еще раз повторяю провязываем 19 рядов закрыли без всяких убавлений полочку вторую точно так же а спинку провязываем 20 рядов и также закрываем я провязала получается 19 рядов это моя вот первая полочка и показываю как я буду закрывать я люблю вот таким способом сюда закрывать первую сняли вторую провязали лицевой накинули 1 на 2 2 лицевой накинули вот так до конца нашего ряда провязываем самостоятельно до конца закрываем вот такая вот косичка красивая получается провязала я закрыла все петли оставляю где-то вот кончик сантиметров сорок того что потом сшить эти наши плечевые швы чтобы сделать вытягиваю вот так вот кончик все у нас одна полочка получается готова дальше мы идем по порядку вот как мы с изнаночной стороны начинали вязать полочку 1 теперь переходим к спинке присоединяем новую ниточку если у вас мало отмока пряжа осталось желательно с новым отказывать чтобы не было много узлов и так и начинаем опять вязать лицевой гладью ровно здесь нужно нам провязать 44 петли для спинки здесь потом пришьем аккуратно провязываем 44 петли разворачиваемся и вяжем поворотными рядами спинку спинку как я уже говорила нужно провязать 20 рядов и в 21 уже закрываем просто тоже ровно еще один момент когда мы провязали спинку получается мы же вреза вязали на один ряд больше и у нас закончилось вязание на изнаночной стороне и здесь мы будем закрывать по другому петли для того чтобы косички были одинаковые в итоге чтобы мы могли сшить и было ровно и здесь шоу был красивый я буду закрывать всем известным способом перекидывание ниточку сюда на эту сторону и по 2 петли вместе провязываем изнаночной вот так вот за переднюю стеночку вместе изнаночной вернули петлю вместе следующие вернули вместе со следующей вот так вот повторяем до конца тогда у нас получится точно такая же косичка как при вот этом закрытии следующую полочку вяжем точно так же как и первым все после того как мы закрыли полочки закрыли спинку мы теперь будем сшивать наше изделие с помощью крючка крючка это дело у меня крючок 6 половиной миллиметров как я сшиваю здесь у меня два кончика поэтому так завязала перекручиваем вот это полотно и находим нашу косичку и нужно взять за петлю которые с внутренней стороны вот у нас два ушка этой косичка мы за внутренние то же самое с этой стороны тоже за внутренней делаем протяжку находим следующую петлю и с этой стороны следующие делали протяжку и в предыдущую и вот так будем повторять вот эти вот косички сшивать будем вот так сшиваем до конца в результате у нас получится очень красивый шов ровненький сейчас покажу вот с этой стороны во первых очень хорошо вот так получается и с этой стороны тоже очень красиво получается так нам нужно сшить это плечо левое и правое сшиваем соединили мы уже плечи получается наши и теперь будем приступать в вязание рукава у меня здесь была ниточка когда разделяла и я к ней привяжу сейчас моток новый я кстати вот так всегда привязываю мне нравится то достаточно прочного закрутили и этот кончик закрутила и вы привязываете как вам удобно можно зашивать чтоб не было узлов видно здесь я беру спицы на меньшем тросике размер тот же десятка у меня просто тросик 40 сантиметров так удобнее будет вязать рукава и здесь будем набирать петли набираем так чтоб не было дырочек видная вот первую здесь например возьму первую дальше мы будем набирать вот косичка самое получается которая крайне коса вот за вот эти дужки так сказать от косички набираем 2 3 после 3 я наберу между них потому что будет достаточно мало будет мало петель нам нужно набрать всего 35 между потом снова раз два три и между набрали вот таким вот образом нам нужно набрать всего 35 петель и провязать просто лицевой гладью без всяких убавок 40 сантиметров в руках вот я показываю на одном уже связанном провязан 40 сантиметров до манжетика дальше я покажу как я делаю манжет когда мы провязали 40 сантиметров лицевой гладью мы будем теперь делать манжетики для этого мне понадобится опять те же спицы на длинном тросике потому что на них будет удобнее манжет провязывать будем вязать манжет у нас как я говорил уже 35 петель нам нужно провязать по 2 петли вместе с и сразу вяжем резиночка 1 на 1 1 лицевая 2 вместе 1 изнаночные 2 вместе но так как у нас нечетное количество петель то мы получается по 2 вместе провяжем а последнюю одну просто провяжем вяжем по кругу вот так резиночкой один на один по 2 петли вместе я люблю на таком длинном тросике вязать чтоб не использовать 4 спицы мне так удобно провязали половинку этих петель вот допустим примерно провязали половиночку тут не обязательно прям ровно делить протянули оставшуюся половинку тоже так же самое вяжем вот когда у нас остается одна петелечка мы ее просто одну провяжем по узору у меня тут изнаночная картошники все отлаживаем уже эти спицы маленькие и будем вязать резиночкой один на один я всего провязала 8 рядов и теперь будем закрывать петли я закрываю как всегда вот этим красивым способом 1 провязала лицевой тоже лицевой с помощью такого закрытия получается очень красивая косичка покажу вот так закрываем наш манжетик и так мы закончили уже с рукавами осталось нам провязать боковые вот эти полочки резиночкой 11 я вижу теми же спицами весь кардиган вяжется только одними спицами номер 10 присоединили нам с правой стороны полочки кончик пряжи завязала и буду поднимать петли поднимаем и петли по вот этой косички вот идет у нас коса такая вот будем поднимать за заднюю стенку косички вводим спицу и поднимаем одна петля снова за вот такие ушки 2 но нам будет мало петель если мы за каждое нам надо еще через две петли между ними вот так вот пройтись снова одна вторая петля и опять между так внимательно смотрим чтобы не захватывать никакую другую нитку между взяли теперь снова 1 2 и между вот таким образом доходим до горловины когда мы дошли уже до горловины здесь мы будем поднимать петли просто в свободные вот эти ячейки первую например петлю вот тут про по шву я поднимаю и дальше у нас есть тоже такая косичка мы просто за каждую будем поднимать 1 и нужно за вот эту же часть косички что было тут ровно все и красиво за переднюю часть косички получается в каждую вот так когда набрали на горловине дальше вторую полочку точно также набираем и потом вяжем 7 сантиметров и резиночкой один на один после того как провязали 7 сантиметров закрываем точно так как я закрывала рукав кардиганчик мой связался еще не сказала по поводу расхода у меня она вот такой вот кардиган ушло всего 8 моточков пряжи по 100 грамм то есть 800 грамм пряжи там буквально чуть-чуть осталось то есть если вязать вот на такую ширину 106 8 . будет достаточно вот такой он классный красивый получился после стирки он практически не вытягивается я сделала вот эти ромашки на пуговичках очень удобно вот так вот пристегиваете просто за петельки не нужно даже дырочки некие отверстия делать для ромашек если вам надоели допустим эти ромашки просто их снимаете просто однотонный кардиганчик спасибо всем кто посмотрел поставил лайк а еще лучше прокомментировал видео я всем очень благодарна всем отвечаю в комментариях и до скорых встреч